Добрый день, уважаемые зрители сегодняшней онлайн прямой связи, студенты, сотрудники Казанского Федерального Университета, выпускники, представители средств массы информации, все те, кому не безразлично настоящее и будущего нашей Альма-Матер. Сразу скажу, что сегодняшняя онлайн, сегодняшняя прямая связь будет с ректором Казанского Федерального Университета Ильшат Равкадчим Гафуровым, и впервые она будет проходить сразу на трех цифровых платформах в YouTube, в сети ВКонтакте и уж совсем впервые в Twitch. А также представители средств массы информации имеют возможность по отдельно выделенному чату мессенджер и WhatsApp также задавать свои вопросы. Часть вопросов, напомню, стала приходить уже загодя, сразу после того, как было объявлено об этой прямой связи в нашей социальной сети КФУ, и я вижу, что первые вопросы уже сейчас начали поступать. И, кстати, я уже вижу, что первые вопросы, ну, скажем, вот в YouTube побежали. Есть большое количество вопросов, которые пришли загодя через сеть ВКонтакте и в WhatsApp журналисты начали задавать активные вопросы. Ну, давайте все по порядку. Я хотел бы начать, знаете, с чего, Ильша Травкадч? С группы вопросов, которые, скорее, не вопросы, а слова благодарности и пожеланий, которые пришли к нам сюда, в группу ВКонтакте, когда узнали, что будет прямая связь с вами. Если сейчас режиссер позволит, мы посмотрим с вами вместе на эти комментарии, которые к нам пришли. Вот нет, не эти, а те, которые пришли. Ну, речь идет о том, что достаточно большое количество наших студентов и, что очень примечательно, их родителей, благодарит вас, я думаю, чуть позже все-таки режиссер это покажет. Благодарит вас за ту работу, которую проделана Казанским федеральным университетом по вашей инициативе с целью поддержки. Вот оно пошло. Видите, огромное спасибо за помощь. Мы так благодарны за столько внимания. Вот такого типа, да. Хоть мой сын, вот даже такой, и переехал домой сейчас, я тоже со слезами там воспринимаю эту помощь. Молодцы всем организаторам, студентам здоровья, значит, ну вот масса-масса добрых и теплых слов, которые пришла. Если можно вот про эту, ее акции не назовешь, про эту миссию, которую взял на себя университет, поддержать студентов, проживающих в Казани, в филиалах, в Челнах, в Елабуге, в эти трудные дни поддержать, в общем-то, материально, потому что продукты — это материальная вообще составляющая их жизни. Что это стоило университету? Как вот эта инициатива дальше будет развиваться? Прежде всего, я хочу также поприветствовать всех наших слушателей, прежде всего, конечно, наших студентов, преподавателей, родителей, всех тех, кто, несмотря на эти вот непростые, времена, живет с университетом, от нее проблемой и продолжает учиться. Вы знаете, в самом начале ограничений мы думали, что у нас будет очень много проблем с организацией дистанционного образования, но поскольку мы готовились заранее, не зная, что, конечно, нас ожидает какие-то ограничения, связанные с пандемией, мы в целом готовились перейти к цифровому университету. И шла закупка планового оборудования, и готовились онлайн-программы, но я хочу сказать, что в течение буквально трех-четырех дней, сразу же после введения ограничений, университет в целом перешел на организацию всего учебного процесса в дистанционном режиме. Используя в основном платформу, конечно, Microsoft Teams, которая показала свою работоспособность, и я рекомендовал бы, пользуясь моментом, всем другим моим коллегам, университетам тоже обратить на эту платформу особое внимание. Если вернуться к вопросам обеспечения продуктами питания, то здесь нами была организована достаточно такая большая работа, и я очень благодарен, и об этом хочу с самого начала сказать нашим попечителям, нашим спонсорам, которые отозвались на мое обращение. И на сегодняшний день мы еженедельно раздаем продуктовые наборы нашим обучающимся. Причем это не только продуктовые наборы, это и средства личной гигиены, и все, что необходимо человеку для жизни. Когда мы говорим о самоизоляции, об ограничениях, многие из нас, живущие в городе, даже не могут подумать, что студенты живут на достаточно ограниченной территории, комнаты в общежитиях, вы знаете, сколько метров, в среднем, да, и все мы жили. Хорошо, что у нас появилась деревня универсиада, и там более комфортные условия для проживания, но тем не менее это все равно ограниченную очень по площади территорию. И они же не просто там живут, они должны там учиться. И стал вопрос, каким образом организовать весь этот учебный процесс и каким образом обеспечить поддержку нашим студентам. И вот так появилась идея, и мы до сегодняшнего дня реализуем в еженедельном режиме. Студенты знают о времени привоза продуктовых наборов. Хочу несколько слов сказать, что есть крупная организация, это группа компаний Нафис, прежде всего, поскольку с первого же дня вообще интересно было. Ирик Борисов позвонил и говорит, знаешь, я вот оказываю содействие клиникам, знаю, что у вас клиника есть, и хотел бы вам тоже поставить некоторые моющие средства. Я сказал, знаете, у нас клиника есть, за это вам большое спасибо, но у нас есть еще и общежитие, и самое главное, у нас есть студенты, и мы вот сейчас организовываем продуктовый набор. И он сразу откликнулся, сказал, я тоже готов. И огромные были ресурсы выделены. Я не хотел бы сегодня озвучивать, кто сколько выделял на это денежных средств. Мы отказались от ресурсов финансовых, а получаем на склады в основном наборы продуктовые. Здесь есть и крупные компании, я благодарен, вот сейчас мы провели переговоры с группой компании ТАИФ, они тоже отозвались, и много-много разных компаний, начиная от Акбарсбанка и заканчивая предприятиями Татэнерго. Прежде всего, конечно, агрохолдинг. Это и главы администрации, мои родные районы, как я уже сейчас говорю, откуда я выбирался депутатом, это Апастово, Тетюши, Кайбицы, и Набережных Челнах, это Тукаевский район, Велабуги, это Елабужский, Мендереевский, Огрызский район, и, конечно же, Мамадырский район. Когда главы поставляют через хозяйство продуктовые наборы, в основном это и картошка, и разные крупы. В общем, все то, что нужно сегодня для того, чтобы обеспечить всем необходимым людей, проживающих сегодня в общежитиях. За это я также присоединяюсь к тем благодарностям, поступающим от студентов, от родителей, и хочу их переадресовать также тем людям, которые нам оказываются одействие. Более того, хочу сказать, что есть поручение президента нашей республики, Рустаму Наргалевичу, чтобы также студенты университета были включены в список, и за счет фонда республики также начали получать поддержку. Вы знаете, апрель прошел, сейчас ограничения введены включительно до 11 мая, я думаю, но студенты вплоть до окончания все-таки будут в режиме дистанционном, и обучаться, и мы, в принципе, сегодня, я именно употребляю это слово, заготавливаем наборы на весь май месяц. То есть в мае это будет продолжено? В мае это будет продолжено. Несомненно, в мае это будет продолжено в таком же режиме еженедельно. Я думаю, что к теме социальной поддержки, очень актуальной действительно сегодня теме, мы еще вернемся, но раз уж мы зашли на нее, по ходу, вот один из поступивших вопросов через YouTube от Джасти Гриф, некий вот такой ник, здравствуйте, подскажите, почему помощь в виде продуктовых пакетов получают только студенты, живущие в общежитиях, а кто на съемных квартирах, им дороже обходится жилье, ну вот такие категории студентов. Готовы оказывать поддержку и тем, кто живет на съемных квартирах, для этого надо просто обратиться, значит, студентский профсоюзную организацию, да, там Юлия Виноградова у нас возглавляет и департамент молодежной политики, и никаких проблем, я думаю, не будет. Более того, хочу сказать, что мы уже сегодня эти продуктовые наборы поставляем те, кто живет на съемных квартирах. Значит, и не только, нуждающиеся родители некоторые пишут, и мы отправляем им тоже. И хочу сказать, если уж говорить о мерах социальной поддержки, мы сегодня в ежедневном режиме мониторим здоровье наших студентов, где бы они ни находились, и в деревне универсиады, и в других наших общежитиях, и тех, кто проживает на дому. У нас в ежедневном режиме имеется информация о состоянии здоровья всех наших студентов, в том числе и наших сотрудников. И по необходимости мы оказываем им в том числе и медицинскую поддержку. Спасибо. Я думаю, что задававший вопрос вполне удовлетворен ответом. Мы вернемся сейчас к тому, что вы спрашиваете, уважаемые участники нашего сегодняшнего стрима. Но хотел бы один вопрос вам адресовать, связанный с дискуссией, которая развернулась последнюю неделю на страницах средств массы информации, в социальных сетях. Она связана с вашим выступлением на рабочем совещании у президента, где вы обратились с предложением, инициативой рассматривать Казанский федеральный университет как системообразующий. Причем не просто обратились у университета, я так понял, существует план действий в этой ситуации, своего развития как системообразующего. Собственно, дискуссия-то о чем? Действительно ли системаобразующий Казанский федеральный университет? Что означает для экономики, для социальной стабильности не только республики, он же федеральный. Вообще-то огромные регионы завязаны сегодня своими детьми и своими людьми на жизни федерального университета. И что может сегодня Казанский федеральный университет как системообразующий предложить республике со своей стороны для того, чтобы эту систему удержать в это сложное время? И с другой стороны, чем могла бы республика, страна, в том числе, помочь федеральному университету? Вы знаете, поступают разные отклики на мое обращение, но я хочу сказать об одном, что сегодня Казанский федеральный университет — это огромная организация, работает порядка 10 тысяч человек, это работодатель достаточно большой, и в то же время мы не только обеспечиваем работы большое количество людей, у нас обучается порядка 50 тысяч студентов, причем более 9600 иностранных студентов из 106 стран мира, и мы в то же время, как любая организация, являемся налогоплательщиками, мы во все уровни бюджета налоговые и неналоговые платежи осуществляем в сумме более 2 миллиардов 300 миллионов рублей в год по итогам 2019 года. 2 миллиарда 300? Да, более 2 миллиардов 300 миллионов. Это зафиксировали наши зрители, потому что начинаются здесь дискуссии, а чего там, да, вот на налоге живет, 2 миллиарда 300 миллионов? Да, и должен сказать, из них более 839 миллионов консолидированы бюджет нашей республики. Это существенный вклад наш и бюджет, и, соответственно, по всем параметрам мы подходим под статус системообразующей организации. Либо предприятие, как угодно можно называть, мы являемся, конечно же, автономным учреждением, но, тем не менее, мы по всем критериям подходим. И президентом республики дано поручение Министерству экономики нашей республики, конкретно министру, который одновременно возглавляет и рабочую группу по выработке решений работы в этих условиях, Минхат Равкатовичу и министру образования и науки республики Татарстан Рафису Тимирхановичу вместе с университетом разработать программу мер, которые бы смягчали вот ту ситуацию, которая сегодня имеется. Здесь ведь программа подразумевает не только меры поддержки самого университета, хотя это тоже необходимо сделать, но и меры поддержки наших выпускников, поскольку в целом система высших учебных заведений и СПО в этом году выпустит более 50 тысяч человек. Это молодые, активные люди, которые должны найти работу. И с учетом тех сокращений, которые сегодня происходят во многих организациях и еще неизвестно, как будут развиваться события, мы заранее, как говорится, хотим разработать разные сценарии развития, в том числе и для нашего университета. Вы знаете, когда вы точно знаете и МЧС передает, что ожидается ураган, то нормальные люди должны начаться готовиться к этому, укреплять все, что можно укрепить, и тем самым минимизировать негативные последствия этого урагана. не надеяться на то, что авось как-то нас не заденет. Не заденет, ну и слава богу. Не случится крайне негативное событие, ну и слава богу. Но для нас в том числе это и в определенной степени и исследовательская работа, тем самым мы выработаем, надеясь, определенные рекомендации в случае кризисных или повторений кризисных явлений в будущем. И потом этот кризис, он же особенный. Мы даже не знаем, сколько он будет продолжаться, будет повторяться эта ситуация периодически, как сейчас многие вирусологи говорят, до выработки вакцины или еще чего-то, либо он будет повторяться. И поэтому мы готовим и образовательные наши программы таким образом, чтобы мы могли достаточно долго работать в этом режиме. И я благодарен нашим преподавателям, всем тем, кто работает в университете прежде всего, за понимание, поскольку они отдают себе отчет, что устойчивое развитие университета, это в том числе и сохранение рабочих мест в университете. А значит, каждый соизмеряет на себя, и вот 10 тысяч человек, они будут получать достойную заработную плату, генерировать ее, и в то же время генерировать налоги. Причем ведь эта заплата и эти студенты, 50 тысяч человек, они ведь, это не в замкнутом пространстве, я так понимаю, все эти деньги, все их доходы, все их успехи, они выливаются на рынок республики, в конечном счете, обеспечивая стабильность на второй и третьей итерации, как говорят математики. Конечно, я же говорил только о прямых, о числениях, о прямом количестве, а студенты живут в семьях. И сегодня я хочу сказать, что у нас есть информация, что и федеральное наше министерство образования и науки обратилось к руководству страны, премьер-министру, с вопросами о включении высших учебных заведений, системообразующих высших учебных заведений и научных учреждений, о включении их в общую российскую программу и о выработке мер поддержки. Потому что учебные заведения, научные учреждения, это такие организации, которые не потеряют бюджетную устойчивость мгновенно, но и потом, потеряв, будут достаточно долго его наращивать. Мы это имели уже в 90-е годы, когда потеряли научную элиту, и по большому счету все это отражается еще по сегодняшний день. И только меры огромной поддержки государства за последние годы, выработка разного рода программ поддержки университета, в том числе, кстати, программа 5 ТОП-100, она способствовала возврату прежде всего молодых людей, и я очень рад, что сегодня таковых достаточно много в нашем университете, средний возраст все-таки 39 лет. Это хороший возраст, для самой работоспособный возраст. Хочу также сказать, что мы также отрабатываем с Республикой программу отдельное трудоустройство наших выпускников и наших студентов, период их обучения. Не секрет, что материальное положение у многих уходшилось в связи с тем, что многие студенты просто потеряли работу в период ограничений и дополнительный приработок. Это сразу сказалось на их доходной части, это сразу сказалось в том числе и на платежах за обучение, ну и на всем. Мы поэтому и освободили их от платежей за общежитие за апрель месяц, и коммунальные услуги туда же включили, то есть в полном объеме за апрель никто не платил за проживание, хотя университет потерял примерно 7 миллионов рублей. То есть нельзя сказать потерял, он недополучил 7 миллионов рублей. Все те, кто сегодня на выпускных курсах, то они получат обратно эти ресурсы. А те, кто переходит на следующие курсы обучения, тем будет зачтена эта сумма, но в последующем. Поэтому тем, кто обучается на коммерческих условиях, мы можем зачесть сумму оплаты за апрель месяц, за обучение, либо вернуть. Поэтому эта работа будет сделана, никаких сомнений у меня в этом нет. Спасибо. Итак, вопросов поступило уже так много, мы только начали разговор. Есть ли, позвольте, очевидно, что скомпоновать их в режиме онлайн очень сложно, но, если позвольте, мы предоставим первым слово профессор Елабужского института, все-таки, да, Анатолий Разживин. Вопрос у него такой, вот сейчас КФУ располагает уникальными лабораториями, музеями. Возможно ли организовать для ветеранов университета экскурсию по университету после завершения карантина? Вот такой вот очень конкретный предметный. Вы знаете, я думаю, после завершения режима самоизоляции, или, как вы назвали, карантина, мы с радостью все эти вещи будем организовать, потому что, честно говоря, многие люди уже соскучились по очному общению друг с другом, как говорят, лицом к лицу. Никаких проблем в этом нет. Я очень сожалею, что вот этот период самоизоляции попал на праздничные дни. Мы все, и в том числе и университет, вместе со страной в целом, готовились, конечно же, к тому, чтобы в торжественной обстановке отметить 75-летие нашей Великой Победы. И у нас тоже было огромное количество разного рода мероприятий, встречи с нашими ветеранами, участниками Великой Отечественной войны. И мы всегда их приглашали, и приглашаем в будущем. Это все-таки огромная воспитательная работа, в том числе и для нашей молодежи. Поэтому вопрос «да». Будем ждать окончания карантинного режима. Спасибо. Еще давайте один вопрос с многочисленного чата, с многочисленного по вопросам чата Ютуба, и потом посмотрим, что у нас средства массовой информации спрашивают, чем интересуются, и что у нас происходит в Твич. Знаете, вот их несколько таких вопросов. Но вот Алсу Халилова написала «Ждем ответ по Геа». Я уже понимаю, про что это, потому что эти вопросы тут мелькали. Речь идет о том, что группа студентов Казанского федерального университета составила петицию, ссылаясь на опыт, финансово-петербургского университета, некоторых факультетов высшей школы экономики, ну, еще каких-то вузов. Суть петиции в том, не отменить ли нам Геа в связи с этой ситуацией, потому что там вот отменили. Что думает по этому поводу ректор Казанского университета? Ну, надо для наших слушателей прежде всего расшифровать, что такое Геа. Это государственная итоговая аттестация. И она по действующим образовательным государственным стандартам возможно делится на две части. Первая – это, конечно же, или прежде всего, дипломная выпускаемая работа у выпускников. И вторая часть – это государственный экзамен. Вот разговор идет, нельзя ли, наверное, отменить государственный итоговый экзамен. Да? Да, да, да. Хочу сказать, что сегодня мы работаем, еще раз хочу на этом акцентировать ваше внимание, по государственным образовательным стандартам. И вот в ряде случаев государственный образовательный стандарт, он позволяет вводить дополнительные экзамены. Вот, а в ряде случаев он обязует эти экзамены проводить. Вот там, где государственный стандарт обязует проводить эти экзамены, как назвали Гея, мы обязаны его провести, чтобы потом никто не ставил под сомнение ликвидность выданного диплома. Ведь пройдет определенное время и могут сказать, а вы получили диплом государственного образца, вот в то же время ваши выпускники не сдавали государственный экзамен. Но этот государственный экзамен, он предусмотрен не по всем предметным областям, прежде всего, это юриспруденция, международные отношения, регионоведение, да, там этот экзамен должен быть и он будет. Другой вопрос, как мы его будем проводить? Конечно же, этот экзамен будет проводиться в дистанционном режиме. Вот, видимо, этого и боятся, что пишут, что у них технически не все в порядке. Вы знаете, технические возможности есть. На сегодняшний день мы мониторим, как организованы образовательные наши программы. И хочу сказать, мы даже знаем, кто как активно участвует. Да, вот все, кто работает на платформе Microsoft Team, мы сегодня мониторим даже включенность студентов в образовательный процесс. Это кажется только, что у него есть там компьютер, либо вот он по телефону вышел, да, и работает с преподавателем. Мы видим, как работает преподаватель, мы видим, как отвечают студенты. Другой вопрос, скорее всего, и мы на это пойдем, то есть по форме организации бывают какие-то технические сбои, связанные с интернетом, но это вопросы решаемы. И здесь будут подходить в индивидуальном порядке кто-то может там из других регионов выходит на связь, и там на его территории интернет не так хорошо работает. Здесь разные вариации возможны, только хочу сказать, что в обязательном порядке, там, где предусмотрено госстандартам, экзамены должны быть. То, что касается этих вузов, которые вы перечислили, некоторые из них, они работают по собственным стандартам. Да? И такая возможность у нашего университета тоже есть. И по ряду предметов мы сегодня готовы перейти на собственный стандарт. Но все это будет относиться только тем студентам, которые по этим программам начнут учиться. А те, кто обучался уже по государственным стандартам, они должны по этим же стандартам и завершить свою учебу. То есть, если уж совсем прямым текстом сказать, если вот обучающимся по госстандартам сегодня вдруг взять и отменить то, что они называют ГИА... У них диплом может быть недействительный. Вот это очень существенное замечание, поэтому лучше, конечно, готовиться. Но вот в этой связи вопрос высшей школы русской и зарубежной филологии вообще перешел в Твич, совершенно такая молодежная платформа и потрясено огромное количество вопросов здесь. Ну, вот высшая школа русской и зарубежной филологии, обобщенная, видимо, так выступила с вопросом о изменениях в образовательную деятельность университета с учетом сегодняшних реалий. Это как раз отчасти продолжение того, о чем вы начали говорить, почему я за обобщенный вопрос зацепился. Вообще революционные изменения. Вдруг взяли всю систему образования в одночасье переместили в цифру. В одночасье. Какое это... И этих вопросов очень много по всем сетям идет сейчас. Какое в связи с этим вы видите продолжение? Закончится самоизоляция и закончится это все. Какие-то элементы сохранятся. Вообще все уйдет в дистант. Как некоторые говорят, все не будет больше ни кино, ни театра, все будет одно сплошное телевидение. Есть один сплошной дистант. Что ждет и преподавателей, и студентов? Сразу хочу сказать, что все в дистант не уйдет. Это однозначно. Потому что то, что сейчас происходит, нельзя назвать полноценным онлайн-образованием. У нас все-таки сегодня дистанционное, вынужденное образование, поскольку у нас занятия идут по программе, по расписанию. Все выходят в одно и то же время. И это, конечно, очень неудобно для наших коллег, особенно студентов, которые проживают в других регионах и где есть временной лаг. То есть разница во времени, по-простому говоря. У нас же ряд студентов из Китая тоже включается. Поэтому онлайн-образование все-таки подразумевает переход на такую индивидуальную траекторию образования, когда и способствует увеличение больше свободного времени, в том числе и студентов, и получение знаний из разных источников. И мы специально для разработки новых технологий в образовании создали институт перспективных образовательных технологий, пока этот институт так называется, пригласили директорами института, заместителя директора института экономики и финансов, значит, Светлана Николаевна Котюнкова, который сегодня формирует коллектив и вместе со всеми нами будет внедрять новые технологии. Их достаточно много сегодня уже разработанных, но их нужно адаптировать к нашим реалиям и к нашим возможностям прежде всего. Мы заключили соглашение со многими поставщиками оборудования, в том числе и онлайн программ. И сегодня будем формировать базу, или как сейчас модное слово, депозитарий всех этих программ. И каждый студент сумеет выбирать по следующим, сумеет выбрать по следующим то, что ему больше нравится. И мы также пересмотрим, я уже говорил, и наши образовательные программы в целом. Они, наверное, в большей степени будут ориентированы на новые прорывные направления, да, и будут внесены корректировки вообще во все образовательные программы. Конечно, в пределах тех направлений подготовки, которыми мы сегодня пользуемся. Но здесь не только цифровые технологии, это и био, и нанотехнологии, и все то новое, что необходимо для полноценной реализации национальных проектов. В принципе, вот объявленные национальные проекты, они ориентированы на вовлеченность студентов со студенческой скамьи, когда они еще здесь, в университете. И они должны, конечно же, после окончания иметь такие компетенции, чтобы сразу же включиться в процесс реализации, да, чтобы минимизировать время их переподготовки, прямым текстом говоря. Поэтому, конечно же, будут пересмотрены и скорость интернета, и много, наверное, произойдет изменений, в том числе, конечно, и в академическом сообществе. Вот те вопросы, которые мы сейчас с вами обсуждаем, они же не только касаются высшей школы, но и СПО, и начальной школы, и вообще образовательную пространство в целом, системы переподготовки. Но хочу сказать, что мы оказались достаточно подготовленными к этому переходу, хотя дискуссии о переводе наших многих программ вот в тот формат, которым мы сейчас пользуемся, они же не сегодня появились. Эти дискуссии, ну, как минимум, пять-шесть лет уже идут, да, и разные, как бы, площадки были, где обсуждались эти вопросы. Вот сегодня, точнее, вот вчера запустил программу наш институт психологии и образования, который изучает вопросы психологической адаптации, как наших преподавателей, так и наших слушателей и студентов. То есть, что они чувствуют во время перехода, какие трудности. И, в принципе, я призываю всех в открытую об этом говорить, потому что, если мы что-то скроем, то мы впоследствии примем не очень правильное решение, да. Поэтому нам сегодня, вот это вот, я не назову трагедией, но вот то, что происходит, связанное с этой пандемией, подтолкнуло академическое сообщество моментально перейти к этому режиму. И вот весь этот процесс, в том числе и обсуждение, он ускорился, и было сразу принято необходимое решение. Более того, вот эти вопросы мы практически еженедельно по разным направлениям обсуждаем с ведущими вузами России. Раз в неделю у нас такое обсуждение происходит с участием министра образования и науки Российской Федерации Валерием Николаевичем Фальковым. И это два-три часа мы обсуждаем эти вопросы. И зачастую иногда приходим к общей точке зрения, зачастую откладываем. Поэтому вот так работа идет сегодня. Хочу только сказать, что нагрузка увеличилась. И на преподавателей, соответственно, и на обучающихся. А вот, кстати, очень много вопросов. Даже никого выделять не буду. Не обижайтесь. Считайте, что каждого из вас, кто про это спрашивал, я вот отметил перед директором. И мы, кстати, обязательно вопрос вам передадим, потому что здесь есть очень предметные, когда где-то запустят лифт, когда куда-то подключат нормальный интернет. Это такие очень рабочие вопросы. Я думаю, мы отдадим вам их, чтобы вы видели, где какие есть пожелания, такие точечные. А теперь вот в связи с тем, что вы сейчас сказали, есть большая масса вопросов, которые связаны с тем, как дальше будет продолжаться обучение. Вы начали говорить в целом о будущем дистанта, цифрового образования. Сейчас сессия завершится, все-таки этот семестр и сессия в дистанте. То есть нет уже надежды на то, что в очное это перейдет в форму. И в связи с этим, вот видите, в июне будет дистанционная сессия. Вот все-таки спрашивают, какая будет? Ну, видимо, не все еще в курсе. И в связи с этим, не будет ли что-то пересчитываться в сторону удешевления обучения за этот семестр? Я почему за это зацепился? Назвестно, сказали, нагрузка увеличилась. Но некоторым кажется, что нагрузка стала намного легче, и поэтому надо все пересчитать и понизить. Хорошо, я все-таки отвечу вот и по лифтам, и по интернету. На самом деле в разных местах по-разному, но лифт в период карантина во многих местах отключают по одной простой причине, чтобы не было столпотворений. А по интернету мы сейчас самые уязвимые места находим, и в принципе я об этом говорил, что даже независимо от окончания карантина мы стараемся устранить многие вещи на ходу. И если говорить о том, что как будет происходить, то я думаю, надо ориентироваться на то, что все произойдет в дистантном режиме. И очного перехода не будет вплоть до окончания этого семестра. Конечно, очень обидно. Мы не получим, наверное, возможности в торжественной обстановке выручать дипломы. Ежегодно значит особо одаренным нашим выпускникам, те, кто имеет красный диплом в торжественной обстановке. Все это вручалось в нашем историческом актовом зале. И выпускники получали возможность погулять, отметить этот торжественный шапочек в воздух. Кто-то магистрские шапочки бросал в воздух. Вот обидно это. Это в принципе касается не только выпускников ВОЗа, но и выпускников школы. Вы знаете, как торжественно все это проходило. Но вот об этом можно конечно сожалеть, но лучше не собираться, как сейчас говорят, мотно провести все в дистанции. Все механизмы регламента отработаны. Я кого волнует, прошу чаще заглядывать на сайт университета, там все описано. Более того, каждый из ваших преподавателей, уважаемые студенты, знает, как это будет проходить. Никакого секрета нет, мы очень открыты. Значит, я получал и обсуждался на эту тему неоднократно и министр Фарьков Валерий Николаевич давал интервью. У нас ведь не произошло никаких изменений, то есть программа она полноценная. Стоимость программы определяет ее трудозатраты, трудоемкость. программа там есть так называемая академическая единица. И мы выполняем все в полном объеме. Разговор идет только о форме реализации образовательной программы. Она сегодня вынуждена в таком режиме. Я уже сказал, отвечая на ваш вопрос, что многие вещи будут перенесены в будущем, когда карантин будет снят. Представьте, вы поехали в командировку как преподаватель, вы включаетесь в гостинице и читаете лекции, либо отвечаете на вопросы студентов. Либо наоборот, студенту что-то дома случилось, он уехал домой к родителям, либо на встречу какую-то, и он может в назначенное время выйти, а может просто, поскольку все лекции, которые сегодня ведут наши преподаватели, они записываются автоматически. Все ответы студентов тоже записываются автоматически. И дискуссии, которые разворачиваются на площадке той или иной платформы, они тоже записываются. И можно будет потом войти и посмотреть, как велись программы в этом году и как будет в последующем. Вчера у нас неожиданно возник вопрос, если все лекции, которые мы сегодня ведем, они записываются, то как будут вестись лекции на следующий год, когда мы перейдем, точнее, будем иметь возможность очного образования. что у нас преподаватели будут повторять и будет видно, кто повторяется, кто не повторяется, кто как часто повторяется. У всех все записано. То есть студенты последующих лет могут войти и посмотреть. Мы об этом говорили давно, а вот сейчас с этим де-факто столкнулись. Поэтому понятно, что технологии будут изменены. я уже сказал, мы специально подразумеваем. Это небольшой институт, где-то в пределах девяти, может быть максимум десять человек будет. Более того, в каждом институте, и об этом мы начали говорить с конца прошлого года, будут созданы и уже создаются центры цифровых технологий. Мы его назвали центры цифровых преобразований. Где как называется? Где-то центры цифровых трансформаций. Но это центры ответственны за работу по реализации этого направления. Который кстати в стране признан приоритетным направлением. Поэтому институт будет собирать все эти и рецензировать все эти данные. То есть подводя это, хочу сказать, что и стоимость программ, и трудоемкость остается. Здесь не надо путать с заочным образованием. Это совсем другая трудоемкость. Вот есть такое. Это обычно очное образование. И в дипломах тоже будет написано, что студенты закончили очное образование в стенах нашего университета. Поскольку у заочного образования там и количество академических часов другое. и диплом с отдельной записью идет. Спасибо. Вот давайте перейдем к группе вопросов, которые и ранее начали задавать, и сейчас продолжают задавать наши коллеги средств массовой информации. А вот почему я сейчас выделю один вопрос в качестве первого. Из ТАСС поступил вопрос. очень большая активность я вижу по задаваемым вопросам у набережной Челнецкого филиала. ТАСС тоже спрашивает уже про вас. В декабре президент России Владимир Путин посетил с визитом набережной Челны. На встрече с генеральным директором Ростеха Чемизовым, главой КАМАЗа Кагогиным, он сообщил о необходимости оказать поддержку филиалу КФУ в набережных Челнах. Какая работа сейчас ведется в данном направлении? Хочу сказать, что на сегодняшний день вышло этот проект мы пытались реализовать самостоятельно и было обращение еще тогда и мое и Рустаму Наргаревичу на имя премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева о необходимости строительства общежития для иногородних студентов в набережных Челнах. Ведь вы знаете, это общеизвестно сегодня, что в набережных Челнах достаточно большое количество молодых людей уезжает учиться и в последующем многие не возвращаются домой. А реализация вот проектов по развитию набережных Челнах подразумевает необходимость трудовых в том числе ресурсов. И с особым статусом территория признана и реализация проектов на КАМАЗе и в принципе в других организациях там компаниях ХАЙР в том числе они все нуждаются в трудовых ресурсах. И тогда возникла необходимость строительства общежития и университет наш филиал в набережных Челнах рассматривать как структуру по приуречению молодых талантов на эту территорию. Но иногородние приедут только в том случае если будет место где жить. Но получилось так здесь что у нас в нашем федеральном министерстве руководство поменялось неоднократно и в общем-то воспользовавшись моментом и Сергей Анатольевич Кагогин и Руслан Маргаревич обратились президенту страны с этим вопросом. На что было сказано и сегодня этот проект реализуется что вы подготовьте проектно-сметную документацию а дальше мы постараемся выделить с федерального бюджета через учредителя Минобразования и науки ресурсов. На сегодняшний день РКМ вышел я сейчас то есть это республиканское постановление правительства выделение необходимых ресурсов для подготовки проектной документации значит сумма там за один проект по памяти чуть больше 44 миллионов по другой больше 20 миллионов рублей я боюсь просто ошибиться в цифрах вот уровень цен такой на подготовку еще раз говорю проектно-сметной документации и по общежитию и по кампусу программа федеральная тоже есть она называется экспорт российского образования как раз в набережных членах у нас тоже достаточно большой контингент студентов обучается из стран СНГ особенно из тех стран где наши компании организуют свои представительства либо фериалы в том числе и КАМАЗ и Татнефть и другие крупные компании вообще по иностранным студентам кстати очень много вопросов сейчас мы к ним тоже дойдем крик души такой очень хороший сейчас обнаружил на твич верните в общагу хочу на пары приятно все-таки да что такой крик души возникает вот про общагу тоже вот я листаю в процессе вопросы поступающие очень много из них связано каков порядок сегодня возвращение в общежитие если возникает мы поняли семестр сессия все в онлайн режиме то есть в общем-то возвращаться принципиально нет необходимости но если возникло например вещи остались кто-то вот выезжал ненадолго оказался надолго каков порядок вот встречи с общежитием тех людей кто вот почему-то заинтересован в том чтобы вернуться хочу сказать что мы заранее объявили всем нашим студентам что никто не гонит никого то есть ни с общежития деревни универсиады ни с городка ни в набережных челнах нигде вот у нас в деревне универсиады проживала то есть съемка с общежития порядка 15 тысяч да и лабуги и набережных челнах конечно намного меньше да там полторы тысячи где-то человек вот в основном сегодня остались с удаленных территорий и иностранные студенты в общежитии при этом к большому сожалению часть иностранных студентов там то ли родители то ли консульство рекомендовали вернуться к себе на родину и очень много случаев когда они доехали до Москвы а вылететь на родину не могут и стоит вопрос им возвращаться куда вот хочу сказать что они могут вернуться никаких проблем нет но у нас на территории действует определенный регламент две недели они конечно должны быть вовсервации под это дело мы подготовили специальное общежитие и во время нахождения в обсервации университет не только раздает наборы но и кормит полноценным горячим питанием да но в любом случае наши студенты будут находиться два две недели под наблюдением врачей специально выделенных общежитиях более того это касается и наших медработников которые работают в нашей клинике под них мы тоже выделили отдельное общежитие поскольку ну понятно да в больницу приходят разные пациенты и как только у кого-то из пациентов выявляется ковид то сразу же выявляются контактные лица и они тоже изолируются это нормальное явление в целях сохранения здоровья оставшихся людей да и их самих людей тоже поэтому на сегодняшний день несколько наших студентов к большому сожалению я употребляю это слово застряли в аэропорту в Москве поэтому мы убедительно рекомендую я как ректор и мы в целом как преподавательский корпус особенно период окончания семестра да некоторые итоговые экзамены должны сдать чтобы не делали никаких глупостей а завершили учебный процесс он для выпускников завершится в конце июня для тех кто переходит на другие курсы в середине июня да остаться здесь и завершив уехать кто хочет уехать кто не хочет уехать я думаю сегодня мы разрабатываем я об этом уже говорил отдельную программу по трудоустройству и даже в режиме самоизоляции они смогут работать вот это кстати очень важный момент сейчас отметили потому что ряд вопросов связан с опасением не повторится ли в КФУ история которые ну тут приводят некоторые вузы не будем антирекламу делать которые насильно сейчас выталкивают студентов из общежития сразу хочу сказать нет вот мы никого не ограничиваем все кто жил в общежитии те имеют более того имеют на это право и будут жить в общежитиях до окончания как минимум до окончания учебного процесса я вот еще в связи с этим видел вопрос сейчас уже не найду и хоть так много спасибо всем кто активно участвует в нашем сегодняшнем стриме онлайн беседе и все-таки вопрос вот по заселению уже в общежитии в новом семестре пишут и спрашивают вот раньше это было по баллам система баллов так далее сейчас мы имеем шанс студента посадить чего-то там не добрать вот будет ли какой-то момент справедливости обеспечен гарантирован при заселении знаете момент справедливости всегда должен присутствовать да и когда по баллам заселяется и без баллов заселяется мы стараемся иногородных первокурсников сто процентов обеспечить местами в общежитиях все остальные значит заселением занимается не администрация университета не ректор да занимается студенческое самоуправление они выработали специальные регламенты и сами утвердили все это точно так же как кстати перевод с коммерческого вида обучения на бюджетный как только освобождается бюджетное место я обращаюсь прежде всего к родителям кто иногда пишет мне письма не я решаю значит все письма я в любом случае отписываю студенческому самоуправлению и они принимают решение все это публикуют на сайте у нас все идет в открытом режиме это конечно меня освобождает от неправильного принятия решения всегда хочется да как бы к тебе обратились друзья или что а я говорю знаете я не могу это делать мне даже один из товарищей сказал вообще ты за что ты отвечаешь вот ты это не можешь не принять не можешь на учебу да даже не бюджета на бюджет перевести не можешь вы знаете вот мы стараемся разработать такие регламенты в университете где субъективное мнение не должно преобладать а желательно чтобы его вообще не было но бывают и ошибки у нас и у студенческого самоуправления но вот когда открытость диалога и тогда конечно же степень справедливости все больше и больше преобладает вот мы поскольку начали уже про иностранных студентов есть большой блок вопросов по ним и от них начну с того который прямо перед началом пришел я успел распечатать из Таджикистана вопрос от представительства Россотрудничество в Таджикистане вы были в Душанбе представитель Казанского федерального университета в Душанбе в Худжанте благодарим за интерес к республике КФУ традиционно пользуется большой популярностью к нам часто обращаются запросом собственно вот вопросы будут ли прямые наборы в том числе на бюджетные места в новых реалиях возможно ли онлайн тестирование для поступления например на базе представительств я наверное с последнего начну если разговор идет представительство Россотрудничество да возможно только после снятия карантина он у них тоже объявлен насколько я помню до 10 мая да и может быть он продлен как только снимутся ограничения мы готовы и это мы делали предыдущие годы на любых площадках проводить подготовленных площадках потому что нужен хороший интернет для того чтобы пользоваться системой прокторинга но для всех хочу сказать прокторинг это программа распознавания лиц чтобы сдавали экзамены именно те люди которые заявлены и те кто будет потом учиться одни вместо них кто-то другой да возможно и сегодня как только откроется у нас набор то есть приемная кампания можно будет у кого есть хороший интернет из дома это делать никаких проблем нет и все это и в те годы проходило дистанционном режиме зачастую то есть были годы когда выезжали преподаватели специально организованной комиссии и принимали экзамены но в прошлом году мы уже оттестировали систему онлайн приема и опыт показал что система достаточно хорошо работает конечно еще раз хочу повториться нужно нужен хороший интернет мы в худжанде мы переговорили с рядом школ в худжанде есть специальная частная школа которая готова нам предоставить такую площадку и в душамбе есть да и есть университеты которые предоставляют нам площадку в частности в Узбекистане это главный университет Узбекистана национальный университет с которым мы заключили соглашение и имеем там примерно 300 квадратных метров которые они нам выделили и мы самостоятельно организуем там площадки приема не только на базе Россотрудничества значит но и бюджетные места тоже выделяются согласно квоте который кстати Россотрудничество и распределяет примерно в год до 400 мест имеет по-моему Таджикистан это не только в нашем университете там все-таки студенты сами выбирают по квотам где они будут обучаться еще в продолжение тоже от иностранных студентов уважаемый ректор я иностранный студент проживаю в деревне универсиады частично вы ответили на него я все-таки задам предстоят майские праздники как вы считаете стоит ли мне сейчас уезжать в родную страну или лучше остаться в Казани в деревне универсиады вы уже начали я уже сказал лучше конечно остаться и завершить учебный год и в связи с темой иностранных студентов еще одно обращение к вам фактически благодарность но это и достаточно серьезная история которую я хотел чтобы услышали в том числе и участники сегодняшнего стрима Луиза Лопес из Колумбии наша студентка пишет вам я хотел бы поблагодарить университет за поддержку которую они оказали колумбийской студентке Валерии Люси Герреро которая в данный момент должна отправиться в Колумбию чтобы начать лечение своей семьей своей семьей спасибо за вашу человечность за то что вы не отменили учебу Валерии и за помощь которую вы оказали прямо сейчас вот если можно несколько слов знаете эта студентка института фундаментальной медицины и биологии на самом деле она готовится быть врачом сама да сложилось так что она заболела и подтвердилась онкология и здесь наверное не столько мне благодарны сколько прежде всего директору института и коллегам моим с института фундаментальной медицины за то что они организовали все консультации и мы готовы были сегодня профинансировать ее лечение в нашем онкоцентре и лечение должно было начаться уже после 15 мая и я проинформировал что и мы готовы вложиться вообще и свои личные деньги сдали в фонд поддержки студентов это не только спонсоры то есть в качестве спонсоров и мы выступили все и директора институтов и ректорат но она обратилась напрямую к президенту Колумбии и это вызвало большой резонанс Колумбии что посольство организовало ее отправку домой при этом наши врачи связались и проконсультировались с коллегами и с родственниками и описали курсы лечения как должно быть то есть наше видение по всем прогнозам претворительным которые были ну вот химиотерапия должна была привести хорошим результатом ну понятно в такой ситуации она и сама как будущий специалист понимает всю сложность и мама ее захотела чтобы она была рядом с ней то есть ставил вопрос либо маму привезти сюда либо ее поспособствовать ее отправить на родину выбрали она сама выбрала вот второй ну и вот вдогонку видимо к предыдущему вашему ответу вопрос студента второго курса юридического факультета Зилабужского института Мурат спрашивает если самоизоляция будет продлена после сдачи сессии куда уедут иностранные студенты и будет ли им помощь если вот они не уедут ну давайте поживем вот до окончания сессии а дальше я уже сказал мы разрабатываем разные сценарии и в зависимости от реализации того или иного сценария будут оказаны и меры поддержки я хочу сказать то никто брошен не будет я вот предвидел что тема помощи она будет такой актуальной когда мы с нее начинали наш разговор сегодня Аделина Селивановская спрашивает все таки приходит да как бы азарт такой в этой теме тоже вот по примеру и тоже называет примеры каких-то университетов не будем их называть где распорядились оказать единовременную материальную помощь всем студентам то есть не дадут ли что-нибудь деньгами всем студентам во-первых я считаю что всегда помощь она помощью и называется должна носить адресный характер да и у нас все выплаты и по социальной стипендии они осуществляются практически все вовремя никаких проблем нет более того мы и заработную плату которые должны были в мае выдавать выдали сегодня и заранее с учетом тех нерабочих дней и режима самоизоляции которые есть хочу сказать что мы единственное когда пошли как бы как единовременная помощь это когда всех освободили и нуждающихся и не нуждающихся поддержки студентов от оплаты за коммунальные услуги в общежитии и в целом за проживание в общежитии хотя я почему на этом акцентирую внимание потому что сегодня у нас есть ряд студентов их не так много примерно 30 человек да которые отказываются от поддержки в виде вот продуктовых наборов и я за это им тоже очень благодарен они говорят знаете у нас есть возможность конечно спасибо но у нас есть возможность и мы не испытываем каких-либо проблем отдайте наши продуктовые наборы тем кто особо нуждается да и соответственно кто-то нуждается кто-то не нуждается поэтому кто-то живет с родителями у кого-то доход хороший у кого-то не очень и поэтому когда обращаются родители мы тоже какие-то меры поддержки осуществляем более того оказалось так что у нас примерно 38 детей обучающихся в IT-лицее тоже нуждаются в поддержке хотя они уехали домой к себе и живут с родителями но вот мы сейчас отрабатываем с республиканскими ведомствами ведом организациями да прежде всего с министерством образования науки республики Татарстан о мерах их поддержки я почему говорю именно с министерством образования и науки потому что оно определено руководством республики центром ответственности за поддержку детей и их семей обучающихся в школах да но нам тяжелее это сделать потому что кто-то в Бугульме живет и уехал в Бугульму кто-то в Варске кто-то в Болтасях да и мы же не можем развозить а делается это централизованно через управление образованием но мы всех своих поддерживаем но еще раз хочу сказать это конечно же ну будет адресная поддержка кстати точно так же как и сотрудник да вот к сотрудникам сейчас мы вернемся про школы раз уж начали были вопросы школам тоже сейчас не просто с этим переходом на дистант вообще уход в цифру помимо того что Казанский Федеральный еще имеет несколько лицеев кстати топовых лицеев в стране еще школы рассчитывают надеяться и вот пишут про это на помощь со стороны Федерального университета вот в этой ситуации перехода на новые цифровые платформы на поддержку педагогов школьников я знаю вы лично поддержали в том числе достаточно большое количество детей которые лишены технических средств но вот еще на эту тему несколько слов хотелось бы услышать о том как КФУ участвует в поддержке школьного образования в это непростое время ну хочу сказать что было обращение министра образования и науки республики Татарстан когда мы проводили совет ректоров с его участием что у многих детишек не хватает гаджетов необходимых для организации дистанционного образования и тогда я обратился к коллегам и мы от имени университета это не бюджетные средства университета я сразу хочу сказать чтобы быть правильно понятым передали министерству 55 гаджетов КАИ КХТИ в общем-то все университеты подключились да это небольшая поддержка нуждающихся в то же время нуждающихся школьников а в то же время хочу сказать что в целом мы сегодня находимся на стадии формирования на площадке нашего университета центра компетенции и центра превосходств компания Microsoft потому что мы отработали с компанией вот организацию дистанционного образования на платформе Microsoft Teams да Teams и сегодня готовы оказывать содействие такой организации школьным учителям и через систему переподготовки и прямой помощи и мы полном объеме отработали эту систему на площадке нашего IT-лице и вот вы сказали что мы имеем два топовых лицея на самом деле они таковыми стали работой в составе Казанского федерального университета достаточно большое количество и олимпиадников в разных предметных областях это как раз наши лицеисты и есть политическое решение сегодня и я за это благодарен руководству республики за передачу школы в городе Елабуге школы номер 5 в состав Казанского федерального университета поскольку в Елабуге есть наш институт наше подразделение который полностью сфокусирован на подготовке педагогических кадров и мы хотим попробовать все-таки не в формате лицея а в формате обычной школы отработать все наши технологии посмотрим каким результатом мы придем по истечению конечно же определенного времени мы уже сегодня закупаем оборудование для этой школы и как только нам его передадут мы готовы там все установить я очень рад что поддержали инициативу главы администрации и мою мою инициативу о том чтобы провести капитальный ремонт этой школы до момента ее передачи я в Елабуге 12 лет проработал и знаю в каком состоянии эта школа находится и как конструктивно так и содержательно поэтому пройдет определенное время я думаю мы с вами сможем подвести итоги нашей работы и это же не только для нас это прежде всего потом отработав эти технологии на площадках наших лицеев и будущей школы мы сможем масштабировать все эти технологии на площадке других школ нам эта школа в Елабуге важна потому что там с первого класса обучается а все-таки в наших лицеях мы по конкурсу набираем с шестого с седьмого класса это все-таки нам все время говорят ну да вы элиту собираете поэтому вы хорошо работаете и у вас результаты да это так но если лицей Лобачевска на самом деле как бы жесткой конкуренции набирает ребят здесь в Казани то все-таки айти лицея он тоже на конкурсных условиях набирает и там у нас интернатная форма проживания и обучения но мы принимаем со всей республики из других регионов российской федерации и там абсолютно разные семьи я вот сказал что 38 попадает под статус нуждающихся то есть это и меры поддержки этим семьям все-таки они здесь живут питаются обучаются и должен сказать имеют возможность а это я исхожу из той практики которая в предыдущие годы сформировалась практически 100% поступают в высшие учебные заведения нашей страны спасибо есть большой блок вопросов я уже вам о нем говорил и даже один вопрос озвучил от агентства ТАСС который поступил и поступает сейчас еще ряд вопросов на чатик специально созданный для средств массовой информации их много этих вопросов поэтому может быть краткие ответы но чтобы наши коллеги и СМИ тоже получили информацию по интересующим их проблемам ну начнем допустим давайте с чтобы никто не обижался вообще начались агентства ТАСС вот Республика Тарстан газета такой достаточно интерес тут тоже и школа хорошо продолжение темы отчасти Министерство просвещения объявило что в этом году все 11-классники финалисты всероссийских олимпиад автоматически признаются их призерами такое было это означает что все они могут претендовать на вне конкурсное поступление в ВУЗы Министерство высшего образования науки уже высказала свое недоумение ну только высказала по поводу такого решения как сегодня развивается эта ситуация и готовили наши ВУЗы к тому что призеров олимпиад в этом году будет ну тут в разы сказано больше ну больше в общем вот такая масса вдруг повалит вообще какая-то масса я хочу сказать что этот вопрос обсуждался на совете ведущих ВУЗов я уже говорил что мы еженедельно по нескольку раз обсуждаем актуальные вопросы которые вот необходимо срочно по ним необходимо сегодня срочно принять те или иные решения на самом деле такое выступление Сергея Сергеевича Красова было это министр просвещения вновь образованного министерства Российской Федерации и я не знаю с уст нашего министра Владимира Валерия Николаевича я не слышал каких-то негативных откликов может быть кто-то там вокруг министерства возражал может быть оно было понимаете сегодня достаточно много принимается решений и на самом деле эти решения это отклики на те вызовы которые возникают мгновенно и их надо решать быстро то есть нет времени на большое количество согласовательных итераций да тем не менее мы собрались и договорились что вузы сегодня готовы принять это количество и это не такое же большое количество наверное будет порядка двух тысяч студентов будущих пока это выпускников победителей призеров сегодня у нас контрольные цифры приема порядка более пятисот тысяч в целом по стране по стране да у нас пять тысяч триста тридцать контрольные цифры приема то есть это за счет бюджета количество детей обучаться будет ну и ректора всех ведущих вузов сказали что мы способны и в крайнем случае реализуем за счет собственных ресурсов обучения этих студентов я еще раз говорю для страны две тысячи это не так много ну совсем не много да то есть это совсем не про разы это но разы по сравнению с прошлым годом но там было меньше понятно да ну что ж раз мы находимся в таких ограничительных условиях мы не можем организовать очные туры да поэтому было принято такое решение мы его поддержали еще точное количество неизвестно потому что подсчитывает министерство просвещения но мы договорились что какие бы цифры ни были мы решим этот вопрос вот это существенное очень дополнение я думаю что автор вопроса удовлетворен есть еще вопрос от республики Торстан он связан с медицинским кластером по этой проблематике много вопросов от бизнеса онлайн поэтому я сейчас если позвольте объединю коллеги а пока реальное время президент России Владимир Путин предложил каждый год увеличивать количество бюджетных мест в российских вузах сколько их было в КФУ в 18-19 сколько планируется в 20-м и в последующие годы видимо вопрос будут ли расти бюджетные места только там если вопросов много можно я буду отвечать по мере их поступлений либо по мере того как вы их будете озвучивать а не скопом я хочу сказать я уже озвучил на этот год 5330 в прошлом году было около 5600 я могу чуть-чуть ошибаться но значит то что президент страны озвучил это будет реализовано в 2021 году и там говорилось о приоритетных направлениях прежде всего я думаю с учетом наших сегодняшних реалий наверное будут увеличены места на лечебное дело то есть для медиков для нас тоже поскольку мы имеем институт фундаментальной медицины и готовим будущих медицинских работников и на подготовку педагогов инженеров то есть по всем тем приоритетным направлениям которые необходимы для реализации наших нацпроектов прежде всего и уже с этого года пересмотрено количество целевых мест то есть целевые места это места куда направляет министерство соответствующее и те или иные наши учреждения в общем работодатели в целом да мы уже и в те годы предыдущие годы с республикой договаривались что вот и увеличили количество целевых мест на подготовку учительских кадров и республика своих целевиков поддерживала еще и оказывала выплаты в размере до 15 тысяч рублей при хорошей учебе конечно ежемесячно ежемесячно реальное время продолжает про бюджетников кого из абитуриентов вы считаете более перспективным бюджетников или платников и почему перспективными я хочу сказать конечно те кто поступают на бюджетные места имеют лучшие баллы по единому государственному экзамену но мы все понимаем что единый государственный экзамен он не дает полную как сейчас модно говорит портфель то есть полную характеристику возможности наших абитуриентов некоторые имеют не очень высокий единый государственный экзамен но тем не менее очень хорошо впоследствии учатся то есть университет дает возможность им раскрыться в полной мере да и многие и часть из них даже переходит потом на освободившиеся бюджетные места должен сказать что у нас в группах не отделяют бюджетник он или учится на условиях возмещения своей учебы да то есть как модно говорить на коммерческих условиях поэтому те и другие имеют получают один и тот же диплом и сдают одни и те же экзамены и курсовые и итоговые возможности у них у всех одинаковые но представьте человек поступил по результатам единого экзамена у него допустим по результатам трех экзаменов там 270 баллов а у второго 268 и он не поступил он учится на коммерческих условиях вот и ответ на ваш вопрос в прошлом году я как уже говорил было порядка 5600 бюджетных мест но а мы приняли порядка 15000 примерно примерно 80% остаются где-то 20-25% не могут сдать экзамены и мы вынуждены их отчислять и здесь разницы нет отчисляются либо те кто на бюджетном учится либо те на коммерческом для нас разницы нет преподаватели и не знают кто на каких условиях учится зачастую ну да строго говоря да разницы нет это просто знаете из года в год переходящиеся вот там разговоры что коммерсантов не отчисляют потому что деньги нужны университета разницы нет потому что у нас стоимость образования она связана с нормативом бюджетного финансирования то есть для университета нет бесплатных студентов либо государство платит с бюджет либо человек сам платит либо платит организации которые его направляют на учебу я думаю коллеги удовлетворены ответом большой блок бизнес онлайн и вот тоже реальное время есть медицинские республика Тарстан я упоминал связан с медициной еще раз повторюсь ранее сообщалось Анна городного из бизнес онлайна спрашивает что в КФУ один зараженный коронавирусом в каком он состоянии где проходит лечение были еще в УЗИ заболевшие но хочу сказать что в УЗИ есть преподаватели есть научные сотрудники обслуживающие персонал да и есть наши сотрудники работающие в клинике есть наши студенты соответственно конечно хотелось бы уточнить кого имели ввиду но я отвечу ну тут студента заражен студент у нас да одна студентка переболела слава богу значит все нормально она уже вышла сегодня из больницы никаких проблем последствий я думаю у нее не будет хорошая новость более того я хочу ее поздравить что наверное выработали сантитела она сегодня должна себя чувствовать лучше чем те кто еще не переболел лучше значит хочу сказать что она живет в Казани в семье не в общежитии поэтому каких-то вопросов введения карантина в общежитиях не возникало значит хочу сказать только что она из семьи врачей поэтому врачей которые работают на переднем плане борьбы с ковидом ну риски намного больше чем у всех других вот наверное ответ на ваш вопрос да да спасибо среди преподавателей заболевших нет я уже говорил мы ежедневном режиме мониторим даже не только только тех кто может заразиться ковидом но и те кто болеет другими заболеваниями начиная от ОРВ заканчивая ну хроническими заболеваниями поскольку вот сегодня они тоже прежде всего находятся под риском в УЗИ разрабатывают тесты на ковид-19 это вот как раз про ковид-продолжение и вакцину от коронавируса на каком этапе это исследование ну и традиционно СМИ интересует как финансируется проект сколько денег выделено я хочу сказать на самом деле эти работы ведутся основной источник финансирования это осуществляет компания ООДНК это частная компания с которой мы заключили соглашение а не разглашение сути всех вопросов хочу сказать что наверное средства тестирования будут разработаны намного раньше чем какой-то препарат который может быть использован для лечения да сумма вопроса не один десяток миллионов могу вот так сказать она приближается к 100 миллионам рублей содержательную часть еще раз говорю я неправомочен сегодня озвучивать хорошо спасибо есть в твич трансляции претензия ко мне почему стоит ноутбук мак я не знаю потому что вот он был поэтому и стоит надо заклеить чтобы наверное не подумали что это реклама никто не решил потому что о финансах заговорили никакого бизнеса я сразу начал смотреть какой фирмы у меня карандаш начинают пугать сколько студентов мединститута продолжается блок вопроса бизнес онлайн как ожидается пройдут практику в борьбе с коронавирусом нет ли волнения у родителей вы знаете медицинская практика она предусмотрена согласно образовательной программе другое дело что мы получили приказ за подписью двух министров министра здравоохранения российской федерации министра образования науки российской федерации о том чтобы университеты перенесли летнюю практику вот на тот период который сейчас значит у нас кстати про практики вопрос тоже очень серьезно сейчас 165 студентов это 4 и 5 курс должны практику 72 часа это теоретические части они будут проходить ее дистанционном режиме и потом примерно 144 часа они должны находиться в клинике значит наши студенты в основном будут проходить практику в стенах клиники нашего университета у нас есть стационар и поликлиника часть студентов которые находятся в других регионах и у нас есть такие договоренности с клиниками этих регионов вот проходить практику на своей территории согласно тем соглашениям которые есть между университетом и этими клиниками там соглашение подписывается тройственно университет клиника и сам студент говорить о том что будут проходить какую-то практику в клиниках которые получили статус ковидных госпиталей сегодня рано поскольку никакого предложения или заказа со стороны Минздрава Республики Татарстан о переориентации наших студентов на другие клиники сегодня не поступил это говорит о том что сегодня наши республиканские клиники они достаточно обеспечены профессиональными кадрами и не нуждаются пока подключение наших студентов соответственно никаких проблем ни с родителями ни со студентами мы пока слава богу не имеем вот про практики много вопросов как оно будет организовано практики курсовые работы где требуется какой-то результат выдать и для этого нужно работать в лаборатории или вот в той же телевизионной студии вот не рассматривается сейчас вопрос как это будет организовано не только по медицинскому направлению я хочу сказать что для написания курсовых и дипломных работ имелось достаточно времени да и все кто работал в нормальном режиме практически это всегда это из год в год было с момента моей учебы тоже обычно последние полтора месяца месяц два остается чтобы собрать все результаты полученные да эксперименты результаты и так далее и написать для написания обзоров теоретически сейчас и то есть по большому счету для оформления работы никто последние дни эксперимент не делает он может этот эксперимент делать только для уточнения работы поэтому на сегодняшний день насколько я имею данные больших проблем ни у физиков ни у химиков ни у инженерного института нет то что касается практики в основном может идти разговор о педагогической практике и мы его можем делать в любом виде и они могут способствовать или проходить практику на площадке наших лицеев в онлайн режиме ведя занятия разрабатывая те или иные новые технологии либо участвуя в разработке этих новых педагогических технологий мы сейчас даже международные конференции которые уже много лет проводим на площадке нашего института называется ИФТ значит в этом году тоже будем проводить в режиме онлайн да и посмотрим как работает а там подключаются многие страны там и Соединенные Штаты Америки Канада Китай Индия Турция страны СНГ все приезжали да и несколько почти неделю эта конференция шла на площадке нашего университета поэтому на сегодняшний день каких-то проблемных моментов нет срочно просит уточнение вот чем хороший все-таки стрим быстро быстро идут реакции это хорошее для задающих вопросов для отвечающего это не всегда есть две расстрельные позиции тот ответ потому что он не может успеть ему надо с такой скоростью переориентироваться в мысли и оставаться актуальным это вообще не позавидовать а вторым делом расстреляют конечно ведущего потому что чей-то вопрос будет не задан а их очень много и Шатровка задавайте и отвечать на вопросы особенно средств массовой информации чтобы завтра они нас с вами не начали критиковать да так вот СМИ хотят уточнить прямо сейчас потому что готовят оперативный материал по этой связи по прямой связи с вами вы сказали что КФУ недополучил 7 миллионов рублей речь идет об общежитии видимо да за месяц хотели бы уточнить потери за счет чего ну чтобы не ошиблись в формулировке но потери за то что кто там живет не уплатили да то есть у нас же есть плановая доходная часть бюджета она формируется в том числе за счет платежей за общежитие мы же за электричество платим налог на землю платим налог на имущество платим за тепло платим да то есть у нас получается а вот стоимость за проживание она в том числе включает и оплаты коммунальных усоп за вывоз мусора в конце концов платим да мы за все платим а за проживание в общежитии нам не платят то есть это так называемый выпадающий доход да то есть мы планировали что их получим но мы их не получаем но даже те кто оплатил вперед мы как я уже сказал будем им возвращать все понятно я думаю что вопросы отпали в этой части если будут задавайте мы пока еще на связи для того чтобы передохнуть вам немного вот в твич поступил очень добрый вопрос добрый день мне 13 лет я хочу поступить в ваш вуз а что надо сделать для этого во первых надо школу закончить для этого так и потом поступить немножко вырасти в 13 лет все таки я не убежден что молодой человек или девушка обучается в 11 классе и завершает хотя у нас есть и малый университет который рассчитан да есть наши лице пожалуйста подавайте заявление и поступайте в наши лице вот про абитуриентов вот какой-то пользователь прямо уже несколько десятков раз бросил вопрос я его честно говоря пропускал потому что не очень понимаю аббревиатуру если вы сможете вопрос от абитуриентов почему так мало людей поступает к фу по бви я вот не очень понимаю если вот так очень хочется услышать ответ расшифруйте пожалуйста дальше идет быть может критерии очень строгие в этом году их всего 11 могут ли они считать что из-за причин что-то квалифицированности кадра пожалуйста уточните хочется вам помочь с ответом но пока не получается вопросы вы знаете вопросы тоже всегда они должны быть конкретные иногда сокращение аббревиатуры может привести к неправильному пониманию соответствующему ответу есть КРС это крупный рогатый скоб есть КРС это капитальный ремонт скважин есть много еще наверное можно привести поэтому если ты сидишь с нефтяниками то понятно что наверное о ремонте скважин идет если поэтому расшифрует я думаю до конца нашей встречи и мы постараемся ответить да у вас еще есть шанс успеть но преподаватели они же тоже смотрят участвуют в дискуссии у них есть свой специфический блок вопросов на части из них вы уже ответили связанные и с организацией дальнейшей работы по дистанту и с заработной платы кстати тоже есть эти вопросы и были и продолжаются есть очень такие волнительные нужно ли преподавателям в этом году проходить конкурс ППС или из-за коронавируса конкурс будет перенесен на окончание карантина вот такой есть вопрос от преподавателя в общем часто встречается с конкурсными делами хочу сказать уважаемым коллегам что как будет организовано дистанционное образование после окончания карантинных во многом будет зависеть именно от вас поскольку никто же особо не формирует эти программы то есть все это делает сам преподаватель соответственно я уже сказал что определенный центр ответственности это наш институт но в созданный он не образовательный он образован на площадке или на базе центра который отвечал за аналитику так называемого ситуационного центра который изучал все что происходит в области образования в мире и проводил аналитику и давал рекомендации ну а теперь мы расширили его полномочия как раз связаны вот с теми вопросами которые сегодня у нас возникают и именно этому институту будет поручено осуществлять и переподготовку обучения нашего преподавательского состава поскольку кто-то из преподавателей был более подготовлен к этому переходу кто-то менее есть разные возрастные у нас преподаватели я думаю все получат возможность получить дополнительные квалификации если говорит нужно ли проходить аттестацию у кого будут сроки подходит я думаю аттестацию мы проведем в онлайн режиме дистанционном режиме и под это дело сегодня подготовили специальную программу которая дает возможность осуществлять тайные голосования поскольку при аттестации члены ученого совета университета голосуют тайно да и аттестационная комиссия проходит без тайного голосования здесь каких-то проблемных моментов нет не хотелось бы чтобы в отпуска уходили там с какими-то долгами у кого сроки подходят соответствующая работа будет проведена и люди уйдут своевременно решив все свои в том числе личные проблемы потому что там нужно понимаете время пройдет и все время начнут задавать вопросы а почему у вас срок прошел а вы вот аттестацию получили там после этого через месяц через два другой вопрос связанный с защитой квалификационных работ то есть диссертации и диссертационные советы их заседания перенесены на середину сентября месяца тоже чтобы не возникло вопроса потому что связаны с приездом с необходимостью приезда оппонентов и наши многие регламентные вещи документы оформлены таким образом чтобы оппонент хотя бы один из двух именно физически присутствовал во время защиты у нас и так все диссертационные советы работали в онлайн режиме то есть вся диссертация она транслировалась в реальном времени и была доступна для всех кто желал посмотреть как проходит процедура защиты диссертационной работы и как в общем-то отвечает на вопросы соискать преподавателей не всех но часть которая сейчас находится на стриме еще волнует вопрос премий потом вот часто же публично говорит вот премию не дали вот что будет скажем так со стимулирующими дополнительными выплатами и получится ли так что придется затянуть пояса давайте так сформулируем обобщенно давайте так у нас есть обязательства по выполнению указа президента нашей страны Владимира Владимировича Путина да и этот указ он будет выполнен значит возможно я же говорил что мы разные сценарии разрабатываем развитие университета все обязательства университета будут выполнены возможно перенос выплаты премии на другой срок хотя мы сегодня все доплаты за научную работу за дополнительную работу осуществляем свое время но у нас были ряд премий которые мы праздником выплачивали к дню рождения университета и так далее вот эти премии пока выплату этих премий мы перенесем хотя в этом году премии между 23 февраля и 8 марта мы выплатили до дня рождения университета срок еще есть я уже сказал что все надбавки доплаты за научные достижения за иные работы дополнительные за результаты за эффективность будут осуществляться я думаю в свое время самое главное сегодня я могу сказать что мы сформировали определенную подушку безопасности чтобы коллеги получили выходные отпускные пособия да и без проблем могли отдохнуть конечно можешь посмеяться потом что ректор сказал отдохнуть но отдохнуть можно по-разному отдыхать не обязательно лежать на берегу моря что пока по телевизору будем смотреть море будет да виртуально но тем не менее смена деятельности это тоже отдых абитуриентов великие не зря так говорили абитуриентов волнует или их родителей и тех и других уж честно говоря вопрос будет ли повышение цен за учебу все цены уже опубликованы стоимость всех программ опубликованы на нашем сайте дополнительного повышения какого-то не будет и более того мы не имеем на это права значит поэтому все суммы они есть по каждому направлению подготовки но должен сказать что если вы сравните то все же сравнение дается кто-то говорит это много кто-то мало все дается в сравнении посмотрите с теми вузами с кем мы участвуем в проекте 5 топ 100 где какая цена и где какие условия сегодня создаются при выборе вуза достаточно кстати в этом смысле насколько я понимаю казанский федеральный университет имеет достаточно неплохое конкурентное преимущество потому что при весьма высоком качестве образования что подтверждают и мировые рейтинги и работодатели стоимость более чем приемлема на фоне очень многих вузов которые вот сами же нам подсказывают участники стрима вынуждены сегодня понижать что-то потому что задрали в какой-то момент вы знаете особо выгодно сегодня для иностранных студентов да вот поскольку ценник он на самом деле не такой высокий в то же время вот те меры поддержки которые мы сегодня осуществляем всем нашим иногородним студентам включая иностранных студентов в общем-то неплохо оценивается и представителями посольств генеральных консульств этих стран которые кстати тоже оказывают поддержку своим студентам несомненно и я за это им благодарен но должен сказать что наши студенты которые граждане российской федерации обучаются за рубежом никакой поддержки к большому сожалению не имеет даже в развитых странах да не говоря уже о медицинской страховке и поддержке поэтому я думаю родителям есть над чем задуматься когда будет приниматься решение в семье обычную семья принимает не только абитуриент решение куда идти поступать и где учиться в то же время хочу сказать что наши выпускники востребованы по всему миру а вот кстати неожиданно для меня я обратил внимание много вопросов есть но немного но заметно они не потерялись в общем потоке спрашивают а зачем вообще принимать так много иностранцев и так о них заботиться для меня немножко неожиданно но вот есть оказывается и такое мнение ну во-первых мы являемся участником проекта реализации программы экспорта российского образования здесь есть и финансовый аспект и политический аспект это так называемая мягкая сила это узнаваемость нашей страны ее культуры ее народа ее отношение к другим народам и здесь очень важно чтобы в той ситуации изолированности по сути я не говорю изолированности но ситуация санкций и вокруг нашей страны сделать все и показать наши достоинства и это с одной стороны с другой стороны это оценка наших образовательных программ и нашего университета да мы говорим раз наши образовательные программы востребованы к нам приезжают значит они неплохие как минимум раз они уехав от нас находят себе применение и работу значит мы конкурентно способны прежде всего наличие или отсутствие иностранных студентов показывает конкурентно способность университета точно так же как показатели единого государственного экзамена может быть даже больше потому что те кто поступают на бюджетные места и все-таки поступают в своей стране на бюджетные места выделенные государства а здесь многие иностранцы они голосуют рублем они голосуют ресурсами которые зарабатывают их семьи еще один момент на котором хочу акцентировать внимание это все-таки выстраивание коммуникации на будущее долгое время то есть на будущее времена вот вместе с делегацией республики Татарстан несколько лет назад я был на Кубе я видел как встречают нашу делегацию бывшие выпускники Казанского тогда государственного университета и какие были воспоминания и были только добрые слова хотя все вспоминали эти трудности которые они испытывали особенно зимой показывали фотографии как они были одеты но это добрые воспоминания точно так же как студенты из Сирии из Ирака из Ирана из Турции более того многие из них сегодня работают и в науке и мы с ними поддерживаем связь и уже нынешние студенты наши имеют возможность практиковаться на площадке тех учебных заведений научных центров которые расположены на территории этих стран это и ведущие стран Германии значит у нас же очень много совместных еще магистрских программ это и Япония сегодня поэтому я думаю это большой задел на будущее я думаю вы услышали аргументы и вопрос действительно в во всяком случае в нашей современной реалии выглядит очень странным и странно что он не один но есть и такое мнение спасибо что ответили разъяснили свою позицию есть очень много мне уже ругают что я все время говорю есть очень много и пропускаю вопросы но вот такова особенность стрима мы уже почти два часа работаем а вот вопросы-вопросы прибывают и все не охватились есть очень много точечных вопросов причем чисто таких вот как получить ну вот многие пишут сегодня был черный день для меня потому что я узнал что все возвращаться в этом году в этом семестре в университет не придется люди очень переживают услышав это но в связи с этим возникает другой вал вопросов как получить ту или иную справку потому что не приезд физически сюда невозможность физически здесь находиться приводит к тому что люди студенты в первую очередь не могут получить необходимые справки для того чтобы какие-то видимо социальные пособия получить по месту жительства себе или родителям еще какие-то может быть решить свои проблемы то есть как работают административные службы университета в этой ситуации сегодня все службы обеспечившие жизнедеятельность университета не в онлайн режиме а работают в обычном рабочем режиме понятно это во всех структурах процентов 15 людей но они выполняют все те функции которые необходимо выполнять для обеспечения жизнедеятельности когда я говорю университета это не только здание сооружение но и выполнение иных функций в том числе и выдача разного рода справок мы можем это сделать дистанционно если есть необходимость мы можем отправить это почты просто нужно написать какие справки нужны можно написать на мой электронный адрес либо у нас все службы работают в то же время хочу сказать что мы говорим о особом режиме изоляции это же все происходит на территории нашего общежития они сегодня уехали мы предупреждали в принципе всех этот регламент установлен не университетом этот регламент установлен штабом да как бы который специально создан и работает на территории в том числе и республики хочу сказать что эти места обсервации изоляции либо особые места где будут находиться они точно также находятся на территории нашего университета в кампусах наших там же все обеспечено там проживали в начале студенты которые приезжали из китайской народной республики с дальнего зарубежья сегодня точно так же проживают студенты которые приезжают из других регион поэтому что нельзя так говорить что жалко что мы не можем вернуться вернуться могут все хорошо спасибо мелькнул вопрос я пролистую мелькнул вопрос про уникс но тоже позволю себе обобщить недовольны состоянием уникса внутренним внешним ну видим какими-то залами отдельными помещениями аудиториями когда там будет ремонт и я бы позволил себе обобщить вот вообще в целом университет проводит огромную работу по модернизации реконструкции ремонту зданий сооружений кампусов вот не будет ли все это приостановлено или во всяком случае заморожено на вот период вот этой экономической стремности хочу сказать что все обязательства которые мы имеем перед строителями или ремонтными бригадами и были уже проведены конкурсы и заключены договора будут выполнены другое дело расширение этого объема работ мы пока не планируем до момента формирование ну скажем полного видения куда мы идем и главная наша задача сегодня выполнить основные свои обязательства это выплата заработной платы всем да и стипендии начинают государственные стипендии завершая социальными стипендиями и обеспечить жизнедеятельность нашего университета в целом и не допустить каких-то сбоев в его устойчивости прежде всего финансовой устойчивости это первое и у нас сегодня немалые затраты уходят на нашу клинику и связаны вот с переходом в особый режим работы нашей клиники если же говорить конкретно об униксе то я думаю тот человек который задал этот вопрос он давно просто в униксе не был многие работы завершились до нового года то есть до двадцатого года и сегодня там продолжаются работы и особенно в части спортивной там проведена колоссальная работа с появлением как бы нового человека как руководителя уникса и это один из лучших спортивных залов и можно на него посмотреть конечно можно все время все улучшать да и как мы говорим шлифовать но сегодня по я считаю что достаточно хорошим состоянием если кто-то кого-то интересует из тех кто задал вопросы вы можете прийти посмотреть но только не в большом количестве людей да там два три человека можете с камеры прийти посмотреть вот похоже физики наш институт физики очень активно включился в один из чатов и вижу большое количество пожеланий заняться зданием физфака видимо смотрят на двойку и хочется тоже что-то красивое более современное наши потребности всегда растут и желания тоже мы с физфака начали почти 8 лет назад но я думаю у нас задача стоит не просто сделать внешний фасад сегодня у нас не достает вообще кампуса для создания новых лабораторий вот это главная проблема и мы получили согласие пока руководство республики начать проектировать два как бы кампуса прежде всего это для школы МБА да тоже находится на берегу Казанки там есть определенные ограничения и по высотности и так далее и второе это дополнительный корпус в целом для университета и там будут размещены лаборатории для естественного научного цикла и для IT-технологий были были некоторые волнения в соцсетях и в средствах масс информации в последнее время и про это были вопросы сегодня и те которые приходили накануне связаны с тем что часть выпускников университета обнаружила свою работу в открытом доступе насколько с вашей точки зрения это катастрофа насколько с вашей точки зрения это законно где здесь и чья вина и вообще можно ли в категориях вины и не вины рассуждать оценивая эту ситуацию хотелось бы ближе к завершению все таки снять эту дискуссию недели тоже с повестки вы знаете на самом деле неожиданно началась дискуссия вокруг этого вопроса мы всегда хотели сделать как Черномородин говорил лучше получилось как всегда во первых вы знаете что всегда были нарекания что дипломы переписываются курсовые работы что где-то из архивов достается и дается да с учетом всех этих факторов было были внесены дополнительные условия а во первых до защиты и курсовых работ и дипломных работ провести их оценку через специальную программу антиплагиат собственные работы и дальше стремились опубликовать результаты этой работы и дальше разместить их на сайте в открытом доступе что было в принципе и сделано говорить о том что там имеется но какая-то интеллектуальная собственность я не могу потому что если имеется то эту собственность нужно запатентовать а почему в открытом доступе потому что чтобы и все другие посмотрели вот допустим я экзаменатор или там член комиссии который хочу оценить работу если я нормальный член комиссии да я прежде всего должен посмотреть через систему антиплагиат и убедиться что эта работа она индивидуальный характер да и принадлежит соискателю в противном случае у нас так это уже организовано в университете в противном случае человек не защищает работу и не получает диплом точно так же должны поступить все другие вузы соответственно задается вопрос зачем покупать эти работы да там задавались вопросы в дискуссии что нужно какие-то защитные вещи и так далее сделать в этом случае программа антиплагиат не сможет работать если мы ее уберем с открытого доступа то программа антиплагиат работать не сможет и соответственно никто не сможет понять чья это работа и соответственно наоборот это сделать возможным продажу этих работ поэтому никто же сегодня не перепродает работы наших известных писателей поэтов желающих продать может и появится но желающих купить когда все это есть в открытом доступе то зачем зачем платить за это конечно поскольку эти дискуссии возникли там говорят вот университет должен то сделать другое сделать вот университет по закону или ничего не должен делать университет сегодня тем не менее мы сегодня оформляем запрос правоохранительные органы о законности работы этой платформы ведь они что говорят они говорят мы только являемся платформой перепродажи да то есть мы берем только комиссион они просто врут возможно мы не найдем авторов поскольку сегодня технологии цифровой работы таким образом что какой-то робот там по всем сайтам университетов проходит и все эти работы собирает и размещает на этой площадке это тоже возможно но в любом случае поиск покажет автора всех этих действий не дай бог это окажется наши же студенты решили немножко сделать бизнеса может быть мы же сегодня говорим что каждый выпускник должен уметь создать рабочие места создать свой бизнес но здесь всегда возникает вопрос кто покупатель зачем нужно покупать эту работу у нас же не только дипломные работы и магистерские диссертации у нас же по действующему законодательству все наши диссертационные работы в открытом доступе есть это никакая проблема в советских времен все наши диссертации хранились в Ленинской библиотеке и по желанию люди могли прийти и взять эти работы и воспользоваться но я употребляю слово воспользоваться в хорошем смысле то есть это же работы должны иметь продолжение но надо найти смелость только делать ссылку программа антиплагиат как работает если ссылки есть на работы то это не нарушение закона самое главное чтобы были ссылки да как говорится некоторые слова всегда находятся там из этой формулы следует вот это или там слово любовь у гуманитария там у писателя может из произведения в произведение переходить но это не говорит что кто-то первый автор этих слов здесь ситуация чуть другая мы работы и делаем для того чтобы ими пользовались только их переписывать не надо и выдавать за свою работу нельзя надо все время делать ссылку значит исходя вот из этой дискуссии которая развернулась мы наверное сделаем электронный журнал выпускник квалификационных работ наших выпускников когда это будет за но закреплено в журнале как публикации тогда будет удобнее всем кто пользуется этими работами делать и ссылки и так далее хотя еще раз говорю особенно по магистровским выпускным работам мы и сегодня требуем чтобы научные руководители а должен сказать кстати это не только собственность выпускника выпускник делает под руководством научного руководителя эту работу и обязательно еще должны быть рецензенты этой работы поэтому те кто покупает делают это зря и зачем покупать через эту платформу когда можно зайти на сайт университета и посмотреть сделать ссылку на авторов работ поблагодарить их за проделанную работу и опираясь уже на ту базу исследовательскую которая там есть продолжить или как говорили наши великие углубить и расширить эту работу если диссертация делается только для кого-то для самого автора и закрывается там сундук то такие работы не нужно делать мы тратим государственные деньги на обучение либо собственные мы тратим время руководителей дипломных работ да мы пользуемся государственным оборудованием которое расположено в стенах нашего университета соответственно эта работа должна быть достоянием всех другое дело зачем это покупать я вот никак для себя усвоить не могу когда полно текст есть на сайте и вообще зачем студентам ходить на сайты где продают готовые курсовые дипломы не проще самому написать так надо быть говорили кто-то обучается вот помните были дискуссии что там в переходах дипломы продают да на высшем образе те кто купил эти дипломы сегодня пожинают плоды вы же видите как разворачиваются события когда люди избираются на какие-то должности либо выборные депутатами хотят стать начинают муниципального уровня заканчивая государственной думой мы получаем всегда запрос на подтверждение диплома и если этого подтверждения нет то человек теряет все те позиции которые он даже имеет на сегодняшний день и к сожалению встречаются такие люди которые не подтверждают свой диплом это ответ на те вопросы когда первые наши встречи задавали там ваш диплом а вот диплом тот а вот диплом другой а вот поэтому по диссертационным квалификационным работам то же самое сегодня очень много дипломов кандидатов даже докторов наук люди решаются поскольку появились специальные программы которые выясняют кто где что взял это первое второе может случиться так если кто-то использовал чужую работу через год-два выяснится что это дипломная работа куплены и человек просто по закону будет лишен диплом еще с позором это сделать представьте он стал каким-то начальником цеха там завода и выясняется диплом его переписан а на сайте фиксируется год да это наоборот защищает авторов этих дипломных работ то что эти дипломы они работают в открытом доступе спасибо ну и давайте завершать вот нельзя объять необъятное приходит придется все-таки нам завершать хотя уже два часа уже более двух часов остановки им не будет это хорошо это на самом деле радует многие повторяются кстати в разных формулировках давайте завершить попробуем будущем вот есть вопрос от родителей забегая вперед они так пишут переживаю за детей за заселение осенью и за возможные вспышки и вообще у многих родителей они не смогут сопроводить детей потому что будут финансовые проблемы не остались бы они на улице вот и этот вопрос и еще там через запятую как вообще начнется новый учебный год с вашей точки зрения в дистанте или все-таки в полном порядке и с чистым сердцем могут отпускать родителей своих детей в университет в сентябре знаете мы все-таки надеемся начать в обычном режиме учебный процесс 1 сентября в день знаний конечно я не могу в полном объеме гарантировать это но я надеюсь в любом случае учеба начнется 1 сентября значит давайте немножко посмотрим как развиваются будут события я думаю и приемная комиссия начнет вовремя работать единственное в связи с тем что сроки подачи единого государственного экзамена перенесены то соответственно и срок подачи документов тоже будет перенесен первые приказы о зачтении я думаю мы будем подписывать 17-го 19-го 20-го 24-го часа то есть последовательность и единственное немного продлятся вторая волна приема для зарубежных наших студентов в связи с этими событиями мы не знаем как развиваться события в Африке в соседних наших государствах и понятно потому что по-разному развивается пандемия и отвечая на предыдущий вопрос возможно ли повторение вы знаете хотелось бы чтобы этих повторений не было но готовиться надо ко всему и когда я говорил о том что мы сегодня разные модели развития в том числе и нашего университета формируем как раз мы исходим из разных прогнозов заключение если мы завершаем хотел бы поблагодарить всех тех кто задал вопросы за интерес к университету за интерес вообще к нашей встрече а также поблагодарить наших преподавателей и студентов за активную работу в освоении образовательных в полном объеме наших образовательных программ это огромный труд самое главное было наверное непросто и психологически перейти к этому формате работы я и сам каждый день хожу на работу и привык к интенсивному хождению по главному зданию наших студентов преподавателей да и конечно это никого не может радовать пустые аудитории и соответственно пустые коридоры но что ж я думаю мы это переживем вместе с вами спасибо еще раз и надеюсь если такой формат понравится то мы готовы обсудить все те вопросы на которые я сегодня не мог ответить за это тоже приношу извинения вот именно это и хотел вас попросить то есть формат действительно показал что огромное и вот профессор Елизаров вот сейчас только прислал вопрос то есть много много людей из тех кто занят в университете учатся в университете родители как и ожидалось в общем-то да неравнодушных пишут пишут задают вопрос между ними возникают какие-то уже дискуссии я смотрю можно ли надеяться я как раз хотел это уточнить на продолжение этого формата учитывая что наш первый опыт показал его высокий достаточно высокую востребованность и интерес с учетом сегодняшнего дня если будем живы здоровы будем встречаться и отвечать на и текущие и на перспективные вопросы в том числе но хотелось бы чтобы побыстрее накал тот который сегодня имеется вот связанный с этой пандемией он конечно бы уходил на нет да а я готов спасибо вам большое спасибо и до встречи спасибо всем спасибо